Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Укрепление рубля приведет к снижению цен на продукты в течение двух недель, заявляют в Ассоциации компании розничной торговли. Подешевеет не только ввозимое из-за рубежа продовольствия, цены снизятся на 5-10% на разные продукты, в том числе и отечественные, в которых высокодоля импортного сырья. Подешевеют и товары, о закупках которых сейчас ведутся переговоры с поставщиками. Я вот точно знаю, что не подешевеет. Ассоциация. Далее к автомобильным новостям. За первые пять дней действия программы льготного автокредитования заявки на участие в ней подали более 11 тысяч человек. По данным Минпромторга, одобрено 6200 заявок и куплено 884 автомобиля. Средняя ставка по кредиту составила 12,32%. Программа льготного автокредитования запущена 1 апреля 2015 года и распространяется на легковые и легкие коммерческие автомобили 2015 года выпуска. Цена покупаемой машины не может быть выше 1 миллиона рублей, а полная масса не более 3,5 тонн. Между тем, по данным Автостата, авторынок провалился более чем на 40%. Крым подготовил к майским праздникам более 20 новых туристических маршрутов продолжительностью от 2 до 8 дней. Стоимость туров варьируется от 2800 до 30 тысяч рублей с человека в зависимости от продолжительности, тематики, даты начала тура, типа размещения, питания и стоимости входных билетов на тур-объекты. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленным движением индексов. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился, индекс ММВБ в плюсе на отметке 1669 пунктов. Среди лидеров роста распадская ОГК-2, НЛМК, Полиметалл и Мегафон. Аутсайдеры Мичел, Фармстандарт, группа Пик и Солерс. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный фон. Американские индексы завершили день ростом основных индексов. Драйвером позитивной динамики торгов стали результаты корпоративной квартальной отчетности. На азиатских площадках динамика торгов положительная. В Китае продолжается ралли. Опасения относительно появления на сырьевом рынке иранской нефти снизились. Курс доллара на 13 апреля 51,06 рубля, курс евро 54,27 рубля, золото стоит 1973 рубля за грамм. Серебро стоит 27 рублей 17 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 59 долларов 98 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.